Друзья, приветствую вас! Сегодня я вновь на реке, на рыбалочке. И сегодня я не просто рыбачу, а хочу проверить, как реагирует щука на тот или иной цвет. Для этого у меня есть два совершенно одинаковых воблера. Один в кислотной расцветке, другой в натуральной. И у меня план такой. Вот, допустим, 100-150 метров участок реки. Я сначала пробрасываю одним цветом перспективный участок, затем другим цветом. И буду смотреть реакцию щуки. Да, кстати, воблеры я эти не выписывал, ничего. Я их приобрел в нашем местном магазине. Там есть такой ящик, волшебный я его называю. И там водятся вот такие вот штуки. Цены старые, еще двухгодичной давности. Так что цены просто великолепные. И воблеры, кстати, тоже великолепные ловят. Уже неоднократно брал и буду брать. Ну что, оставайтесь со мной. Думаю, будет интересно. Погнали. Думаю, наверное, стоит показать, как он играет на равномерке. Думаю, видно. И также на рывковой проводке. Как и положено. Из стороны в сторону. Делает галсы. Воблер нормальный. Суспендер, кстати, зависает. Так, ну что. Равномерочка. Играет хорошо. Что, рывковая. Ну, тоже самое. Один в один. Также галсы делает все. Все великолепно. Так, ну что. Первый заброс кислотным. Так, теперь в натуральном расцветке. Кислотный пришел без поклевки. Вот так. Сейчас он вдоль травы. Сейчас кислотничек поставим. Попробуем кислотничком там еще провести. Так, атаковал кислотник. Небольшая щучка. Ну, хорошо. Ушла. Есть атака. На такой кислотничек. Так, ну что, под кустик, вот под бережок. Какая-то кракозябра взяла. Но все равно считается, как поклевка. Совсем. Тоже 130-й, как и сам воблер. Но была атака. Значит, будем считать. Будем считать, что это. Тише, тише, дурочка, порвешься. Значит, все-таки атака. В жопу себе, что я крючок вогнал, да нет? Насказь. Иди. Вот так. Друзья. Интересный момент. Воблер остановил. Вытащил. Выскочила щука. Я его прямо у лодки хотел поднимать. Выскочила щука и схватила его. Обалдеть можно. Такие кадры редко бывают. Ну, вроде она зацепилась не сильно, может. Да, нет, вроде там сидит хорошо. Ну что, давайте, порвам ее возьму. Вообще, без проводки, без всего. Просто вот воблер торчал, короче, здесь вот. Я просто смотрел, как он там вот так вот выиграет. Так она из-под травы выскочила и схватила его. Вообще стоячего. Стоячего вообще. Интересный момент. Да это, блин, ребята. Это двушка, блин. Это двушечка. Замечательная рыба. Ха. Да, момент. Интересный. Все мне тут оплескало. Вот он, воблер этот. Вот она, щучка. Вот такая вот. Хорошая щука. Ну, говорю, килограмма два. Вообще интересно. Ну вот. Вот она эта. Злодейка, которая стоячий воблер. Укусила. Еще больше. Как рыболову, мне кажется, нравится ли этот воблер. Если он нравится, ему он его чаще всего бросает в воду и он ловит. Опа. Взяла. Взяла. Взяла рудрочку. Хорошо взяла. Вот так вот. Ну, такая килограммовая. Пищит. Уверенно схватила. Самая жабрая. Кровища. Ладно. Ну что, друзья. На сегодня у меня все. Поплавал, половил щучек. Посмотрел, как влияет цвет. Вроде большой разницы я не заметил. И на тот, и на тот были поклевки. Ну, кто-то больше. На какой-то цвет больше, может, реагировало. Ну, разница одна-две щуки, думаю, это не показатель. Но в цвет я все равно верю. Всем пока. До следующего раза. Увидимся на рыбалках. Субтитры сделал DimaTorzok